Приятно. Для тех, кто не был, обмен данными это открытый некоммерческий проект. Это бесплатные лекции, которые проходят здесь каждое воскресенье и читают их люди, такие же, как мы с вами. Суть проекта в том, что это открытая площадка, и каждый, кому приходит в голову, чем бы он мог поделиться, но если он достаточно экспертен в этой области, о чем мы, честно говоря, рассудим просто интуитивно, можно или нет, можно подойти к нам, и мы в расписании занесем, и здесь можно рассказать, или показать, или попробовать там сделать с другими, в принципе, что угодно, что нам, как рекомендаторам, покажется интересным для большого количества людей. Это может быть про пластилиновую анимацию, как у нас будет сегодня в 3.30, это может быть про то, как готовить детей к школе, это может быть про то, куда движется современная физика, это может быть про то, как озвучивают голливудские фильмы, переводя их на русский язык, в общем, все, в чем вы профессионально разбираетесь, или подругу там своего хобби, тоже хорошо разбираетесь. Вот, это подмен данным. А мы сегодня вам хотим представить Екатерину Голоброву, она крутой преподаватель вокала, эстрадного вокала, и из современного искусства, и в театре Стаса Намина, и где-то еще, и где-то еще. Вот, и... Уже выводится. А, вообще нигде, но... Я сказала, что от работы в поле и друг, и решила, что я тебе просто не просто отдавать могу. Экатерина Голоброва, просто преподаватель вокала с большим стажем опытом в театре Стаса Намина, и с... Да. У нас один раз еще Катя проводила, ну, как бы, даже это трудно задать лекции, это скорее такой тренинг, мастер-класс, было круто, мы все пели, ну, вот сразу пригодайтесь, я хочу сказать, что кто в одежде? Одежда лучше повесена, потому что будет такое, там, такое, все, они дыхательные упражнения, все такое, вам лучше как учиться об особении. Вот, Катя, спасибо огромное, что согласилась для нас сегодня. Аплодисменты. Спасибо, Игорь, здравствуйте, очень приятно вас всех видеть, я уже только там посмотрела в коридорчике, лица все приятные, знакомые, даже есть среди них, привет, знакомые лица. Рада вас всех очень видеть. Наша сегодня сегодня лекция, посвященная теме вокал-конегодства, вокала-свиногодства, повышения вдоль, когда по семье, для кого актуально, потому что это деревня, наверняка, который творог осенью, и им, конечно же, нужно побольше молочка. Об этом мы сегодня поговорим, потому что все меня опять спрашивают в интернете, о чем будет наш солнечный дебошь, я опять не знаю, все зависит от того, собственно говоря, в этой аудитории, что вам интересно узнать, что вам интересно попробовать, насколько глубоко вы хотите нырнуть в тема вокала и постановки голоса, использование голоса в жизни, использование голоса после. Поэтому я думаю, что для начала мне бы хотелось у вас узнать, есть ли среди вас люди, которые уже занимались голосом, имеется в виду не обязательно вокалом, а может быть это были актерские тренинги, постановка голоса, речевого, занятия с логоведом, в детстве, кто уже считается, как раз ими голосом. Вот хотелось бы вашу историю как-то. Да, 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 есть, да, есть, да, есть, да, есть, да, отлично. А есть ли среди вас такие, которым интересно было бы сейчас заниматься голосом и что-то улучшить, прям, с вами? Ну, все твои. А какие есть еще варианты? Ну, какие-то есть, но тот не поднимает. Отлично. Значит, ну, как минимум, это мы с вами сегодня точно проделаем, потому что после нашей сегодняшней встречи у вас реально появится больше способностей голосовых, нежели было до. А вот, как вы будете использовать, это делаем можно. Ну, опять же, можно, например, уже вокал-кроводство, да, можно навлечать на соседние, например. Если до этого вы стеснялись, то теперь вы можете профессионально выйти на лестничную площадку и объяснить им, что неправильно выбрасывать мусор. Ну, и пообщаться с одними писанами, чтобы как-то более нежно и изыскать. Итак, значит, мне хотелось бы начать сразу с таких моментиков. Знали вы или не знали, но инструментом нашего голосообразования является все наша тема, в зависимости от того, в какой она у вас находится в форме. Так будет звучать ваш голос. То есть по голосу, волшебным образом, можно производить диагностику кармы, диагностику состояния вашего желудочно-кишечного тракта, работы сердечной мышцы и, собственно, работу мозга в целом. Поэтому, когда вы разговариваете с человеком, бывают такие странные люди, которые по двум вашим словам могут о вас очень-очень многое узнать. А может быть, даже то, что вы хотите скрыть и не будете как-то афишировать. Предположим, при приеме на работу. Вы пришли, такие все бодрые, красивые, сели, вот так. И вот таким вот образом начали рассказывать, какой вы аккерный специалист о многих областях. Вот такие все варианты, кстати, бывают. Кстати, на самом деле, самое смешное, что очень часто, что эти люди действительно оказываются хорошими специалистами. И поэтому особенно обидно, что их не принимают на работу. Потому что, к сожалению или к счастью, люди, которые за это ответственны, они были на тренингах, где им сказали, что для того, чтобы человек мог себе разнообразить показать, он должен бурно же стимулировать, обязательно доносить информацию до человека, показывать на солнышко, если говорить о солнышке, травку, если говорить о трафике. И теперь все люди грамотные, все знают, особенно вот в области такой, скажем так, поверхностной психологии, что некоторые движения вашего тела и некоторые движения вашего голоса говорят об определенных чертах личности. А на самом деле это не так. Абсолютно. Потому что действительно на тренинги ходят все, и многие уже научились, кто-то там что-то придумал себе. А кроме этого, не забывайте, что человек, специализирующийся в определенной области, он уже себя нашел, и там он хорошо и удобно, он может прекрасно работать. У меня есть одна коллега, она мифодраматист. Вот если вы ее увидите на улице, вы захотите ей дать копеечку, точно совершенно, потому что ощущение, что это либо цыганка, либо бомж, либо что-то еще. Но когда она работает с группой, человек совершенно преображается. То есть совершенно другой взгляд, совершенно любви. Тело другое, она по-другому стоит, по-другому смотрит. Она очень пластичная и прекрасно пропускает. Вот поэтому здесь есть такие вот нюансы. Значит, тем не менее, как есть связь между вашим голосом и вашим самочувствием, существует естественная обратная связь. То есть когда ваш голос звучит красиво, что я подразумеваю по слову красиво, вот некоторые товарищи, вы спросите, будут совершенно правы. Красиво – это когда голос звучит полнозвучно. То есть все обертоны, природой данной вам, качественно изучаются. Грудные, есть, да, средние, и головные. То есть полная картина, вот знаете, когда пульту смотрите, или эквалайзер смотрите, и у вас вот прыгают везде вот эти ваши кнопочки. То есть полный, полный, полный темп. Если же голос где-то забирается, на низах мало, а можно вот сюда прямо вперед пройти, смотрите, это не занято. Нет, не занято. Проходите, ребята, на первый ряд. Здесь проводите, мы посмотрим с общим отсутствием. Могу, много, есть. Еще, 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 сюда, прямо на первый ряд. Прямо пойти, и сесть на первый ряд. Не стесняйтесь. А то придется проводить с вами отдельный тренинг, по борьбе со стеснением. Да, да, да. Так, заставку попасть сюда. Да. Заставить. Так, есть еще место? За самые стеснительные приходят в жизни. И в родину. Так вот, есть, значит, о чем я, собственно, говорила, есть и обратная связь. То есть, когда ваш голос начинает звучать качественно, это говорит о том, что соответствующие органы и системы в вашем организме выздоровеют. То есть, мы можем голосом своим совершенствовать свой собственный бокал, лечить сами себя. От, таких, скажем, пространных вещей, как головная боль, например, до совершенно конкретных болей в области сердца, в области желудка и так далее. То есть, просто направляя звук в определенную точку. Почему я считаю в том числе, что голосом надо заниматься всем? А не потому, что я хочу воспитать армию вокалистов, и чтобы никто никого не слушал, а все такое пели, 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 пели. Каждый в своем руке. Дело в том, что уже само занятие голосом, да, даже одно занятие, не говорю, а двума. А некоторые даже с этим три занятия ходят, да? Оно уже дает вам возможность немножечко улучшить вашу смачущество. А что с вами сейчас мы с вами проделаем? А тут у нас дождливая осень началась, будет вам грустная, холодная, еще один из этих вопросов. Значит, просьба у меня к вам такая, значит, пожалуй, ставь нас, вы пришли на семинар, значит, нужно участвовать, да, поэтому мы, чтобы кто-то расположился, на лице, разные, естественно, все же с динамиками. Вот, но придется немножко вместе с нами кое-что поделать. Значит, первое, что нам нужно с вами понять, это то, что голос, о котором мы с вами говорим, это озвученный выдох. То есть, прежде всего, это и только на него мы уже сажаем какой-то обертон, какое-то звучание, какое-то смыхание, какую-то частоту. Поэтому, прежде всего, мы с вами должны научиться грамотно на это дыхание. Вот еще, девочки, здесь одно прекрасное место для тебя. У нас есть первая ряда, вот просто цветы. А цветы? Вот, принесли еще я смотрю, может, будет еще по-устрюле. По-устрюле. Просто прямо на сцене. Потому что, если добровольцы понадобятся, они уже будут здесь готовы. Все не понимают, что мы попали. Ну, так вот. Значит, озвученный губик. Поэтому, прежде всего, мы с вами сегодня немножечко позанимаемся дыханием, для того, чтобы, в принципе, понять, как оно у нас с вами функционирует. Потому что дыхание функция полуавтоматическая. То есть, с одной стороны, мы с вами всю жизнь дышали и не думали, как мы это делаем, как и место происходит в процессе дыхания. С другой стороны, мы можем процесс дыхания вмешаться и в связи с этим происходит много всего интересного. Нам в связи дыхания. Вы волнуетесь, и вот, 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 вот дыхание становится очень коротеньким и непонятностным. И для того, чтобы нам снять этот стрессик, нам, в принципе, достаточно просто сделать в дыхании и после этого сделать плавный, медленный вдох. Насколько вам позволяет ваше состояние в этот момент. Очень удобно, кстати, для тех, кто водит машину в роте. Я как раз вчера покаталась и пришла к выводу, что мой навык очень полезен, потому что постоянно со всех сторон кто-то ездит, подрезает, куда-то и все время примерно в таком состоянии пребывает. Знаете, я здесь выдох и едем дальше, насквозь через трамвай. Первый момент, который нам с вами нужно уяснить, это то, что выдыхание у нас состоит из нескольких фаз. Две главные вы знаете прекрасно из меня, это вдох и дыхание. Но есть еще две фазы между. То есть, когда мы сделали вдох и остались наполнены легкими паузами, и когда мы сделали выдох и остались легкими паузами. То есть, фактически находим у нас с вами четырехфазных. Значит, мы сейчас поработаем сначала на первой фазе, фазы вдох. Значит, задача у нас будет предельно простая. Вы проводите немножко отмешки. Мне кажется, очень хорошо сказать, что у нас такие красивые бутики. Значит, мы будем делать с вами вместе, но я буду, конечно, показывать на красивой девушке. Вот так как она зовут. Очень приятная. Выходите, конечно. Помнили. Значит, берем руку. Все с собой взяли. Правильно? Да. То, как вы взяли. У кого две левые, можно одной из них выручить. Правильно. Ситуация. Значит, взяли ручку. Есть. Всех. Взяли. Кого нет. Вложили ее себе на пупок. Тоже важно. Где находится пупок. Кто забыл? Я отправлюсь. Значит, носик пупок. Пупок. Я иди сюда. Я с собой взяли. Значит, под пупочка отсчитали четыре пальчика вверх. Раз, два, три, четыре. Это эксклюзивный момент, чтобы все спрашивают, как вам посчитать? Просто вот приложили руку и посчитали. Все, вот эта точка положили сюда ручку и носиком берем короткий быстрый вдох, чтобы животик надолся как жарик. Юля забыл дочеку. Сюда. О, смотри. Значит, вот смотри, сейчас у нас немножечко какой будет палец есть, да? Чуть-чуть напряжена спина. Понятно дело, такая красивая аудитория, все-таки смотрят и поверят каждое движение животом. На самом деле, они вообще-то не знают. Им сейчас важно найти свой. Да, 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 да. Значит, там, так, 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 вот, 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 совершенно, да? Значит, коменочки чуть-чуть посогнили. Значит, дело в том, что мы с вами, вот, кто сидит, вам хорошо, потому что у вас ножки уже расслаблены и мышцы в области таза уже расслаблены, а мы с тобой стоим и не не застрендарься. Вот, нам надо ноги чуть-чуть подсогнуть, а макушечку, макушечка, макушечка, это вода, да, где найти макушку, это же важно. Возьмите с двумя ручками за волосики, потяните себя вверх, вот, двумя, потому что, когда вы тянете одно, получается, вот, макушечка должна смотреть вверх. То есть, это значит, что голова, она чуть-чуть, как бы, немножечко, как будто вы смотрите из-под лоба. или вот так вот задом, какие-то носики, или вот некоторые тянули, или вот так вот, как-то вот, с плещем, подозреваем, да, вот, прям вверх потянули, отлично, очень хорошо, очень красиво. Да, поленочки не забыли? Ножки лучше на шлине плеч поставить. Значит, ширину плеч мы ищем так, ставим стопу, вот таким вот образом, вот приблизительно длина вашей стопы это ширина плеч. Значит, больше, значит, у кого-то 52-й размер ноги, значит, я вас поздравляю, горячится сильно, но большинство, как бы, либо преуменьшает, либо преувеличивает размер собственных плеч, это тоже отлично, где можно взять такие филоменты. О, отлично, теперь мы готовы к ракстанту, значит, носико-берем только на новую бузику, да, совершенно, а встань, в профиль, чтобы все видели красиво как это происходит. Ага, ай. Значит, многие девушки стесняются дышать животом, они полагают, что это вот как-то вот украшательных фигурок, вот как такой прекрасный фигурок, что лучше будет. Дело в том, что наоборот, совершенно верно, умничка, конечно, качается пресс, значит, делай, пожалуйста, а я пойду по рядам, посмотрю, как вы делаете, потому что я послежу, что вы делаете. Так, что делать? дышать, дышать, носиком, мы берем вдох, так, чтобы вытекла, дроса, как мяч. Именно же, дышать. Потом делаем выдох, выдох свободно, вообще расслабленный, носиком вдох, выдох в том, рот взял с собой, молодец. Хорошо, вот там где борода. Мальчик, вот там где борода. Очень хорошо, рот выдыхает, носиком вдох, ротиком выдох, носиком вдох, ротиком выдох. Носиком вдох, ротиком выдох. Ага, отлично, отлично, очень хорошо. Ну, смотрите, уже мы с вами освоили такой сложный процесс, на который многим бухгалистам понадобилось лет пять, обучаться восьмить. Ты забываешь постепенно, что нужно держать и не нажимать, и не дышать. А почему? А потому что жизнь тяжела, полна стрессов, life is not a joke, life is hard, каждый раз, когда мы с вами задумываемся о том, что тяжела, у нас начинается напряжение в плечах, только у нас пошло напряжение в плечах, у нас с вами свободное дыхание, открывается и в плечах. И потом, самый феномен в чем, что даже у профессиональных артистов, у вокалистов, внезапно, когда им кажется, пропадает голос. Пел, 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 и вдруг начин. Никакой внезапности, ребят, вообще вопросов нет. То есть вы просто забыли, научился ежик дышать, знаете, да, вот это. Значит, вот такое простое упражнение, которое даст вам возможность, во-первых, улучшить ваше самочувствие, успокоиться, расслабиться, почувствовать себя более легко, огромный бонус дает вокалу. То есть вы уже первую фазу осложнили. Правильно? Вторая фаза. У нас будет выдох. Значит, теперь, вот как ни странно, мы с вами будем на выдохе делать то же самое движение. То есть мы будем толкать мышцы тресека и вперед. Получится вот такое вот движение. Я советую даже делать так. Вот прям возьмите себе на листочке бумажку и напишите, зачем вы следите. Потому что сознание у нас удерживает 7 плюс-минус элементов. Но практика показывает, что вы не плюс-минус. То есть имейте ввиду, что 5 элементов сознания вы еще можете держать, а вот больше уже так держаться. То есть когда мы вдыхаем, выдыхаем. Живот у нас постоянно ходит вперед. Значит, живот у нас постоянно работает. Вот я бы сказала, слово работает. и он у нас пульсирует. Мы идем, он пульсирует. Мы говорим, он пульсирует. На каждую нашу фразу, которую мы говорим, у нас обязательно работает живот. Я уже рассказывала. Слушаю еще от внимания. Если он будет сильно очень работает, слушаю, что он не будет от внимания. Это, кстати, тогда бывает прекрасно. Переговоры. Это прекрасно. Была такая, точнее, она есть, девушка, издевающей гармошки, Беата Касовская, польская. Она на свои концерты надевала такой микроскопический топик и, значит, шортики такие с узкой талии. Она такая худенькая, вся такая, мускулистная прессия. И когда она играла в гармошке, весь ее животик ходила туда-сюда, на вдохе, на выдохе. Я не знаю, помните, публика, что она играла. Я вас уверяю, что все сидели вот так. То есть мужчины там просто лежали. Даже женщины уже такие, как она это делает? Вот, то есть тут человек просто реально этим воспользовался. Что, на переговорном процессе? На самом деле, это один вариант. Но есть еще такой момент. Если вы все-таки не биатрикасовский и у вас талия такая точеная, то движения животика могут действительно выглядеть нестойно. Особенно, если, предположим, как в корсете. Корсет затянутый и не дает возможность просто дышать спокойно. Потому что певицам приходится иногда работать и в таких страшных сбруях. То, чем хочется, они иногда в том, чем надо. Поэтому, есть еще один совершенно замечательный способ дыхания это спинное бихание. Вот, и это, я считаю, вообще для вокалиста, для эстрадника, для рок-вокалиста это прямо первое, что можно освоить. Потому что это помогает нам петь в движении. То есть, вы можете ползать, ерзать, прыгать, бегать по стенам. Актеры в театре нашем, да, они там что-то не делают. Дыхание этого не сбивается. Потому что у тебя работают мышцы, которые не привязаны к движению. То есть, ты можешь двигаться, можешь играть с инструментами, ноги спрашивают, а могу ли я петь, играй на барабанку? Да, конечно. Потому что опора будет работать отдельно. Значит, спиной это хранить. Наклоняйся вперед. Попуще, попуще, попуще. Да. Уже хорошо. Вот, значит, спинку надо, не нужно держать. Ты ее раскладывай, пускай она будет круглевая. Значит, макушечка, вы тоже, кстати, ищите макушку, она сейчас тоже на месте. Значит, макушечка смотрит в пол. Значит, вот вы сидите, вам вообще удобно. Ножки поставим чуть по шее. И отпустили между ног вот вы сидите. Вот вы сидите. Пожалуйста. Пойдемте все сидите. Не мешайте. Так, отлично. Пригорю. У них такие сиденья. Все хорошо пригорели. О, человек гениально пригорел. Сыщий. Так, значит, ставим руки в боки. Прямо пригорел. Вот так. И теперь большие пальчики у нас попали на такое место, где девушки говорят, ой, у меня там супер мягко. То есть, под ребрышками, да, вот там, где ребрышки заканчиваются, вот здесь мы можем прощупать вот мягкий-мягкий кусочек, вот. А он-то нам и понадобится. Значит, мы дышим со звуком толкая спинка в сторону. Смотрите. То есть, мы как бы расширяемся. Смотрите. Да, понедельник. Только посмотрите, по-другому. Самая приятная профессия вы оказываете такого? Попробуйте. попробуйте его сделать на вдохе, и вы пойдете на вдохе. Несколько пробивать влочно. Мы делаем на вдохе. У кого не получается, поднимите руки, я смотрю. Нет, у меня не получается. Так, так, так. А что при этом делает живот? Значит, живот при этом делает что угодно. То есть, он может поехать на дачу. он может быть договарив. Да. Он может заниматься ну, чефом. Да. Совершенно самостоятельно и нисколько нам абсолютно... Да-да-да. Сейчас, сейчас. Молодому чефу покажем. Да. Ну, как? Она понимает? Павел. Шеф, да. Твою ручку зашелом. Отлично. Очень. Крантинейка. А вот, спину. За ручкой. Да. Кромно. Да. 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 Продолжай делать, ставь твои ручки, давай, давай, девушки, где у вас тут не получалось? Не, не получалось. Девочки, краса, и шейка вниз. Так, ручки убери пока. Реклонись побольше. Мои руки чувствуешь? Да. Толкай их в стороны. Отлично. Не получалось, еще как? Как крыльями машешь, правильно, молодец. Продолжай делать, продолжай делать, продолжай делать. Так, продолжай делать, ставь свои ручки, продолжай делать, продолжай делать, продолжай делать. О, поняла? Да. Так, кому еще показать? Я просто не могу вообще-то сходить. Выходи на сцену, я просто туда не попалку. Нет, я верю сейчас. Да, да. И есть такое, не просто. Крыгера. Значит, бывают такие феномены, когда у вас разные части спинки работают в разной степени, то есть один сильнее, другой смотрит. Это тоже нормальное явление, спаечка, диафрагма, чуть-чуть подпаяно к разному легкому. Значит, когда вы начнете это упражнение делать почаще, ровно. Вот, и сколько у нас тут забот-то набралось. О-о-о, какая ты у нас заботливая. Понятная девочка. Вот, это мы сейчас с вами тоже проработаем. Понятно. То есть все заботы свои принесли с заботой. Да, если принесли, мы с ними можем сегодня чем-нибудь поднять. Смешно. Так. Майор, ты чувствуешь? Угу. Там, конечно. Смешно. Смешно. Ага. О. Еще. Смешно. Нет, не надо быстрее. Надо сильнее. Так. Ага. Мало. Мало. Умничка. Да. Еще. 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 Не останусь. И вот. Что-то некоторое время поделать для того, чтобы организм понял, что вы от него потихлили. Потому что он уже тоже у нас птичка не особо тренирован. Если вы раньше с этим не занимались, то вы должны делать следствие. Так. Так. О. А еще скоро? Молодец. Давай. Ага. Да, да, да. Все. Ага. Ага. Ну, привет. Ага. Конечно. Конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. В физ.ологии мужчин корнятрица женщины. Январь. Нет. Голову может находиться человек на другом месте. Голове. Папа. Ну, да. Да. Ну, тоже боятся. Так. Неполюшись вперед. Еще. Еще. Ага. Так. Майл 004. Чувствуешь? то, что ты чувствуешь на спине, это точно мои руки так, 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 так что не бойся, бойся, больно, будет больно, но не долго так, толкай, 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 толкай ты сосредоточься именно на ощущении моей духа ага, да, толкай, молодой щё ты не толкаешь, там как будто ты хочешь во, да, забывать спину, во, у меня противно щёдло а, 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 о, о, и тогда просто было сказать два слова давай, молодец, твои ручки ставь, ага вот так, да? да, ага, давай, давай ага, молодец, очень хорошо вот сейчас все вот так, окей, хорошо понимаете, вы можете это назвать как угодно зеленым крокодилом, там, полетом шуга над ромашкой, там можно, конечно конечно, отлично вот, то есть, главное, чтобы вы запомнили именно ощущения Очень хорошо, когда у вас есть собственные какие-то образы. То есть я вам сказала, например, да, вот, машите крыльями, да, или взрывчик в спине, да, или разрываете, вот как будто у вас вокруг талии спасательный круг, да, и вы вот его расталкиваете. Вот, а вы можете придумать свой образ. Так. Так. Прям. Угу. А погромче. Угу. 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 Понятно, да? Всё. А что делать, если при вот дыхании животом уточнять к лицевой роману? Да. Значит, при дыхании, вообще при занятии дыханием у вас будет кружиться голову. Значит, это феномен гипервентиляции. То есть в ваш организм попало слишком много счастья. И организм с непривычки балдеет. У-у-у-у. Что это? Почему не так хорошо? Значит, через некоторое время человек к всему привыкает. Привыкает он к счастью. Поэтому через какое-то время, ну не знаю, к сожалению, или опять же к счастью. Вот. Но, тем не менее, через какое-то время головокружение будет настигать вас несколько позже, нежели в самом начале. А потом, в общем, это будет уже достаточно сложно додышаться до такого состояния, когда у вас уже холодрубчик пошел. Вот. Поэтому, по первости, когда вы начинаете заниматься дыхательными упражнениями, достаточно вполне, если вы будете их делать, ну где-нибудь минуточек пять, все вместе я имею в виду упражнения. То есть, поделали, предположим, вдохе, поделали, предположим, выдохе, поделали спинное дыхание, да, и все это вместе заняло пять минут. Причем делать это нужно с перерывами. С перерывами на другие, предположим, поделали домашние дела. Вот. Как мы тебе посылали, например. Либо полезные вокальные упражнения для того, чтобы обмазаться от домашнего тела. Например, можно сказать, я не могу сейчас на последнюю я очень занята или занята. Я делаю вокальные упражнения. И предмострируют следующее мое любимое вокальное упражнение, которое очень полезно, помогает овладеть смежной профессией и наклещиком марок. Вот. Что актуально бывает. Иногда. Последние годы еще чаще, чаще. Называется оно лягушечка. Значит, мы с вами откроем сейчас рулотек. Возьмем себя пальчиком в запад лапу. Дочек. Ага. 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 Я вас вижу. Не открою. И начинаем языком ловить толпы насекомых. И там, по нашему с вами аудитории. Насекомых много хватит, а всем не стесняйтесь. Хватайте больше. Вот. Ну сейчас есть все. Специально в самом первый ряд. Ага. Делаем-делаем-делаем-делаем-делаем. Ну и делаем. Вот. 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 Да, 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 да. Ну вы можете лучше. Я верю в ваш язык москвист и мощный. Ага. Ну вот. Ну вот. Хорошо. Так, 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 так. У кого не получается? Немите язык, я покажу. Значит, делать это упражнение надо, ну, далекого ощущения результатов темности языка. То есть, когда язык начинает танцы какие-то свои независимые от вашего слова, если девушки задумались о применении. Что это помогает развить? Это помогает развить... Вот, между прочим, насчет корма, да, 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 сейчас про развитие и про все остальное. Значит, это помогает улучшить контроль над внутренними мышцами ротовой полости. Значит, язык у нас относится к ловким мышцам. Вы прям назваете цель, ловкая мышца. Почему? Потому что он у нас может в трех измерениях двигаться. Он может удлиняться, укорачиваться, он может расширяться и сужаться, и он может еще утолщаться и утолщаться. То есть, он вот такой вот прям волшебный. И точно таким же свойством обладают наши голосовые мышцы. То есть, вот, это всего вот этих мышц, теперь у нас две, ну, собственно, пара голосовых сквадочек и язык. Все. То есть, одновременно, тренируя язык, мы тренируем голосовые мышцы. Чувствую. Да, да, да. То есть, мы мозгу объясняем, что, собственно говоря, мы от них хотим. Это раз. Два. Улучшается кровоснабжение внутренних органов. Вот, между прочим, люди, работающие с детьми, очень рекомендуют маму не просто разрешать, а составлять детей вылизывать тарелочку после мороженого. Потому что работа языком улучшает кровоснабжение вот этих наших с вами любимых больных к уроку. Да, то есть, вместо того, чтобы запрещать ребенку не то, чтобы вылизывать тарелочку, но еще есть мороженое, наоборот. Просто разрешать не заставлять. Ну, прилюдно обязательно. Ну, а здесь не знаю, привязкаю внимание заодно и к сцене. Вот, поэтому совершенно легко. То есть, эти упражненцы, они очень хороши. Кроме всего прочего, да, немножечко растянутся связочки вот здесь вот, челюстные. Потому что, опять же, да, очень часто бывает так, что стрессовые ситуации, особенно у жителей городов, приводят к тому, что вечно напряжены мышцы челюсти. То есть, человек все время входит вот так. Он может этого не замечать, ему удобно. Ему очевидится. То есть, он так и разговаривает, он так живет, он так спит, он так ест. Значит, что в связи с этим происходит? Ну, во-первых, деструктивное изменение в суставе. То есть, потом, а когда вдруг человек внезапно обнаруживает, что у него рот вообще не открывается, например. То есть, ты, утром опытаешься, открыть, а он не хочет. Либо он начинает щелкать. Ты открываешь, там... Ну, такие вот, все странные зубы, что у тебя с челюстью. Неприятнее там наружить при первом поцелуе, например. Либо ворота открыли, а закрыть не выложить. При первом тоже сами зайти. Чем тоже неприятное там наружу. И вот, поэтому бывают нюансы. Далее. А когда у вас все время плотно сжаты челюсти, вы вполне вероятно можете скрипеть ночью зубами. Что неприятно для окружающих, которые с вами могут находиться в близости, да? И, безусловно, очень приятно для вашего стоматолога. Потому что вы его любимый клиент, да? То есть, стертая эмаль, разрушение шеи и зубов, это прямо вот ваши, да, раскачанные зубки, слабая как раз ткань вот в области вот там у всех наших с вами дел. Это прямо вот туда. То есть, для того, чтобы перестать кормить вашего стоматолога, вам необходимо перед сном просто проверять, насколько у вас расслаблены челюсти. Делается очень просто. Просто языком проверить между зубами. То есть, розы попрыть, да? А между зубами есть пространство. Все. То есть, тело наше, оно в этом смысле мутро. То есть, вы ему подскажете более простой путь, но тут же же это тело воспремит, вы ляжете спать, будете спать спокойно, будут вам сниться хорошие сны, утром проснетесь, никаких болей в челюсти не болит, и зубками скрипеть не будете, и стоматолог пойдет осваивать смежные дисциплины. А если наоборот сильно расслаблены, то там рвается? Значит, вокалисты. Вот моя первая преподавательница по вокалу, я тогда снималась с акклерическим вокалом, она говорила так, сделай дебильное лицо. Вот. То есть, дебильное лицо – это лицо вокалиста. При любом случае, при любой ситуации вы ненете. Это удобно на работе, да, если вы работаете в корпусе, в начале, и попросим вас остаться сверху ручкой. Вот, когда показывает Александр Борисович, который служит вокалиста спиной, вот у него вот часто… Он тренируется в этом. Я думал, что ему не надо тренироваться, потому что он живет. Ну, краски живут. Да, да, да. Он же еще, я не знаю, как сейчас, раньше он преподавал в Гнесинской академии, и я думаю, что он там уже тренировался. Потому что я, как педагог за 24-летним стажем, могу сказать, что это очень важное лицо. Особенно прибыльных и часовых прослушиваниях каких-то не вступить на экзаменах. То есть, оно, вроде бы, не очень пугающее для самих конкурсантов, то есть, вроде бы, он на тебя смотрит и думает, ну, понятно, я ладишься, дебил и что-нибудь. Вот, а с другой стороны, и сам не расстраиваешься. Значит, это то, что касается челюсти. Значит, и теперь поработаем над следующей фазой дыхания. Значит, следующая фаза, это как бы вот фаза задержки между вдохом и выдохом. Но мы ее будем делать так, мы будем делать в пролонгированный выдох, длинный выдох. Зачем это надо? Когда мы с вами разговариваем или поем, то у нас есть определенная длина фразы. То есть, я, конечно, могу порезать все на отдельные ясли, но вполне вероятно, так что, в связи с этим, вы не останетесь хуже понимать, вот, или просто закажете себе больше пива. Реши, что надо, что ты исправить. А это проще всего. Вот. Поэтому лучше, когда у вас фразировка достаточно длинная. Но вокалисты знают, что длинными нотами можно поразить аудиторию. Можно встать красиво, поставить ноту, взять длинную ноту и держать ее до тех пор, пока самый глупый человек в зале не поймет, как это офигенно. Это очень важно. Совершенствуя которому нет предела. Потому что некоторые глупые вокалисты в зале за тысячи часами просто сидят. 20 секунд. А у кипелого 21. Такие варианты тоже есть. Спортивное использование длинных нотов. Значит, мы сейчас с вами сделаем упражнение на равномерный выдох. Значит, мы с вами вспомнили, как мы с вами заведем. И нарывали жегутик, пахнулли. облаженный шарик на вдохе. Пупочек не потеряли, не убежал. На месте и нах поцument. Пупочек нашли, пудо взяли. И теперь начинаем медленно выдыхать, с звуком так, чтобы животик наш не расслаблялся. Мы этот шарик должны держаться. Удерживать его на вдохе как можно вдох. Если у меня нет три стула, у меня нет. Снимаем. Положите. Положите. На компьютере. Расследуйте к вашему лоску. Дело в том, что это упражнение прекрасно делать лёгкость. Настойчив, конечно, это не очень удобно делать, а то эффект нести. Значит, всё так. Так, что вам одно из грузиков? Если вы долго что-нибудь живёте, видишь? А ну-то нет. Нет, 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 нет. Ну, это как-то... Серьёзно. Планшет. Если у вас есть планшет. Старый. Алло. Очень-очень старый. Вы можете использовать его по назначению, а именно в виде грудь. Значит, он пладётся на животик. Значит, теперь мы делаем абсолютно то же самое. То есть, вдохом. Ты поднимаешь свою грудь вверх. И начинаешь медленно выдыхать со звуком. Всё время поднимая грудь вверх. Издаля на ногу. Да, д 커� Barola глава. Ещё не опускаем. Опа! Легко. Медленно, все. Да! А теперь мы сможем узнать, кто из вас самый лучший показатель. Самый длинный. Самый не длинный. Кто-то у нас крючки пела. Да. Кто-то у нас крючки пела. Значит, часики, секунды, стрелочки у кого есть? Да? Давай, походи сюда, будешь. Судья. Значит, мы сейчас с вами будем делать это упражнение на время. Значит, ты нам будешь говорить 10 секунд, а потом через каждые 5 секунд. Значит, 15, 20, 25, 30, 35 и так далее. Хорошо. Значит, все готовы? Значит, взяли вдох. Поехали. Рыхать. Нет, дышим. Угу. Скажите, пожалуйста. 10 секунд. 15. 15. 20. 25. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. 50 секунд. 30 секунд. 30 секунд. Да. Да. 30 секунд. Вот на самом деле, наиболее можно, хотя можно и женичку себе. Даже самую бедную комнату могут украсить вокалисты красиво расставленной по ума. С разложенной темой. Так, вот на самом деле, что касается... Альберт. Альберт. Можно сказать по поводу наших вокальных упражнений и йоги. Есть ли что-нибудь общее? Да, есть такое распрощающее упражнение. Оно освобождает всю энергию ее. За это остались оправы. Старительные четыреньки. Подгибайтесь кошкой. Потом вот так вот подгибайтесь пообрату. Мне кажется, надо показать. Это рассказывает. Корректор Альберт. Спасибо вам огромное, да. Ну, то есть, как бы, просто комплексы свои приобретаете. Чувствуете свободнее? Типа, три раза в день, да? Три раза за раз делаете, и нормально. Мне кажется, после еды не надо. Для кого-то все. На таком выдохе активно массово не время. Мы его делаем сейчас. Мы начинаем сейчас отдавать. Мы сейчас отделаем все отдельно. Погибаться отдельно. Язык высовывается отдельно, и звуки страшные издавать. Учняющий вопрос. Нужно же выдыхать много, а можно выдыхать мало. Если мало выдыхать, то это очень долго. Очень хорошо. Вот именно в этом и задача. Выдыхать очень долго. А сколько не важно? Ну, вот ту минуту уже хорошо. Нет, я имею ввиду, что по количеству. Значит, выдох должен быть нервантом. То есть если вы делаете... Потом... Это не годится. То есть это должен быть один вдох и длинный, длинный, длинный выдох. Очень-очень медленный. Как можно медленный. В этом и задача. То есть вот в итальянской школе бельканто есть опыт со свечой. То есть когда перед поющим вокалистом ставят свечку. И расход воздуха настолько маленький, что пламя свечи практически не колеблется. То есть это техника бельканто. Это то, как раз с чем работаю я, как раз с своего вокалистом, с рок вокалистом. Потому что эта техника очень удобная для вокалистов. Поскольку такой объем воздуха просто не слушает связочки. То есть он у нас с вами проходит по задней стеночке чуть-чуть. И длинные ноточки можно петь. Можно петь высоко, громко, можно петь долго. И это очень драматично для вашего организма. Потому что, собственно говоря, там очень много технической хороша. И за многие века существование я тоже доказал свое какое-то, в этом смысле, превосходство. Потому что я... Молодцы. Обратите еще внимание на один дивный феномен. Вы слышите, как вы стройно звучите? Как будто все вы обучались музыке с малолетством. Чтобы одновременно закончили. Потому что в человеческом обществе есть такое понятие соборность. А человеку очень сложно петь дисгармонично. То есть если вы слышите, что человек вожает, то он дико старается. Он очень старается. Ну так это тяжело, он все равно это делает. Потому что в нашем природе заложена гармония. Вот у меня был такой опыт, тоже интересный. Пионерский лагерь. Дети Ямалов. Подростки. От семи до пятнадцати лет. Семилетние вот такие. Пятнадцатилетние вот такие. Сто человек. И вот, значит, вокал. Мы с ним начинаем петь одну ноту. И вот половина начинает просто кочевлярцами. Но! Через минуту мы это надъедаем. Потому что это физически очень сложно. То есть это надо, знаете, каким-нибудь... Ух! Прямо таким с характером. Чтобы все равно переться против. И все равно наромошно лажать. Портить всем музыку. Понимаете? Ну не каждый может. Опять же, имею ввиду, что могут же и гордо дать. Добрые соседи. Мы тоже где-то по подсознанию сидим. И где-то через минуту любой коллектив из людей, никогда не занимавшихся музыкой, в итоге начинает петь страву. Совершенно волшебные какие-то гармонические созвучия, красивые просто не возникают. Вот и они стоят в руках со мной, что это было. Потому что ощущение, что звук накрывается вверх. То есть как будто вы находитесь в некоем звуковом пункте. Так что можете поэкспериментировать с вашими трезвыми носками. Если это после-после-после-режим. Аблиник возведения тоже не прокатит. Именно когда очень хорошо чувствует организм, да, вы хорошо слышите ушами, нормально воспринимаете реальность, тогда у вас это получится. Здесь вот важно. Вот к вопросу о абсолютном слухе. Абсолютный слух – это просто более тонкая градация обычного нашего слуха. То есть он может быть выраженным разной степени. То есть человек может слышать приблизительно высоту тона, может слышать очень точно, может слышать не во всех октавах, может слышать не во всех инструментах. А может слышать везде. То есть тогда это считается, что это прям не 100%, а 90-95% абсолютных слухов. На самом деле многим людям с абсолютным слухом очень сложно жить, потому что внутренняя настройка абсолютного слуха может быть совершенно другая, нежели та, которая сейчас принята в обществе. Потому что настройка наша с вами, ноточки Ля на 440 Гц, она была принята, что называется, волевым решением. То есть сказали – будет так. А то, что у человека в голове совсем другое, это, естественно, никого особо не волнует. Есть даже такая забавная история, вот, к сожалению, не помню фамилирую холистов, может, коллеги подскажут. Известный тенор, очень красивый тембр, но он все время низен. Вот везде приходит на прослушивание, в театр, да, поет, низит где-то, ну, четверть тонны, восьмой тонны. Ну, все слушают, говорит, чувак, ну куда тебя, ну, нереально совершенно. Вот, и он вот уже там обходил там море театров, уже человек на грани всего убийства, и все, пора завязывать. Вот, вдруг какой-то добрый человек вдруг подсказал. Ну, ты, говорит, низишь, да, там, у тебя абсолютный слух, все, тебе кажется, что все хорошо, а ты попробуй высеть. И он попробовал. Он стал все время высеть, то есть он пел, и в голове, в свои чувства, что он жутко лажается. Ты поел просто все мимо. И народ рукоплескал. Потому что именно эта его лажа до восьмой тонна точно подходила под строй современной музыки. То есть там было все отлично. Человек стал известным, уважаемым товарищем, но он всю жизнь дико страдал. Потому что его внутреннее ухо было настроено не на ту ноту, которая официально считается как бы камертоном. А вот относительный слух нужно и можно совершенствовать. Причем очень простыми способами. Дело в том, что у нас очень много информации идет через зрение. Когда мы с вами смотрим, мы очень мало слушаем. Достаточно закрыть глаза, и звуки станут гораздо более мягкими. То есть вот вы можете попробовать такую штучку. Просто закрываем глазки. Кто может? Для них только это слово у нас при глазах. Согласны? Потому что это опасно. Вдруг что-нибудь произойдет, а они... Вдруг война. Колеса так же. Просто послушаем. Сколько всего происходит. Насколько наше пространство сразу расширяется. Слышно, что делается в соседнем. Вдруг наш добрый организатор. Где-то 80% у нас идет через зрение. Глаза, и мир меняется. Саду, что-то такое, светится. Я лапочки слышу постоянно. Поэтому вот такую простую штучку можно проделать дома. Например, это очень хорошо и полезно при прослушивании классической музыки. Потому что классическая музыка обычно многословная. Там много всяких тонких моментов, особенно когда играет оркестр, или малый сортап оркестра, или большие ансамбли. Там очень много контрапузтов, каких-то мелодий, проходящих параллельно в движении, в обратном движении. Которые вы можете просто не улавливать, потому что ловите в основном, как в поп-музыке принято, мелодию и гаргонию. Ну и еще там какой-то музыкальный музыкальный, который вас заставляет рисовать. А там очень много нюансов. Для того, чтобы эти нюансы слышать, надо просто в уши свои немножечко настроить по-другому. Да вот, вот прям попробуйте. Возьмите, придете, послушайте дегрузии. Добрый, интересный. Узнаете о себе, диабиле. Совершенно другое ощущение. А мы с вами продолжаем. Значит, вот мы с вами разбили наш язык. Он у нас мускулистый, красивый. Мы помахали жмаком, спиной, сделали длинный выдох. И что-то, что такое все это отношение имеет в голосе. А вот так вот. Значит, теперь мы можем попробовать на вот эту нашу с вами подушку дыхательную повесить звук. Ну, например, закрытый звук М. Значит, вот такой хам мы с вами делаем. И губками начинаем его пережевывать. Вот представьте себе, вот сейчас яблоки созрели. Вот вы берете ароматное, спелое яблочко, откусываете кусочком сочное. Вы начинаете его медленно, с удовольствием, не спеша пережевывать, чтобы почувствовать вкус. Открываем глазки. 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 какие слова вы используете для описания ощущений. Значит, я считаю, что не нужно использовать для описания ощущений дыхания такие слова, как «упрежон», «выдавливаю себя», да, вот эти какие-то немножко с негативным таким оттеночком, они немножечко перестраивают ваше сознание в сторону работы. Но вы же, мне кажется, работаете и так достаточно, еще не хватало работать во время пения. То есть во время пения нужно отдыхать. Это самый главный, как раз по поводу живота. Я не спрашивала, да, то есть все должно отдыхать. Значит, животик, что делает в этот момент? Вы взяли вдох, и вы просто его держите. Представьте себе, что у вас из пупочки бьет фонтанчик. Да, особенно вот лежа, хорошо, хорошо, сюда. Красивый такой, знаете, как вот в Петербурге, там, под Питером, да, в Петербурге, такие, с Санцоном, там, находили все эти еще, ну, любой высоты какая-то вышла. Такой, там, лучше, хочет побольше, хочет поменьше. Вот. И звук, он как бы изливается через вот этот фонтанчик ваш. То есть без спины уменьшается? М-м-м? Без спины уменьшается, значит, он, конечно, будет без спины уменьшаться. Ну, ваша задача поддерживать его, вот этот поток, да, чтобы у вас вот этот фонтанчик не был вот такой, а потом был вот такой стал, да, поддерживать его на одной высоте. Все время. Каким образом это происходит? Там работает много мышц. Дело в том, что вдоха мышцы у нас одна диафрагма, а мышц выдоха у нас очень много. То есть у нас есть и межреберные мышцы, и мышцы спины, и внутренняя мускулатура пресса. Это все мышцы, участвующие в духе. И разные свои мышцы подключаются у нас на разной фазе выдоха. То есть когда у нас воздух начинает потихонечку заканчиваться, у нас подключаются еще дополнительные резервы каждый раз, да? Поэтому мы можем длинную достаточно ноточку петь, и у нас воздух не заканчивается, не будет ощущения, что «Ой, мне надо срочно вдохнуть». То есть чаще всего это ощущение бывает именно психологическое. То есть ты в таком мужчине тому не дышал. Пора уже. То есть этот моментик надо просто чуть-чуть перетерпеть. То есть паники нет. Ты дышишь абсолютно ровно, ты же можешь в любой момент остановиться и сделать вдох. Если тебе понадобится. Но на самом деле, если ты достаточно расслаблена, то выдох может деться очень долго. Некоторые говорят, что пресс нужен, ну, качать пресс помогает. Ну, потому что наоборот, это не имеет смысла, потому что работают только внутренние брюхо. В общем. Что из этого верно? Значит, здесь момент какой? Значит, бывает ситуация, когда пресс качать имеет смысл. Но чаще не надо. Чаще не надо. Потому что ты совершенно правильно сказала, что работают внутренние мышцы. Да. Но, если здесь вот такая труха, то человек просто не чувствует никаких мышц вообще. Ни внутренних, ни внешних, никаких. Даже разница. Это ощущение лучше. А если чувствуешь мышцы? Если чувствуешь мышцы, то можно качать пресс, но исключительно для других, из других собраний. А другой момент, что не стоит подряд делать упражнения, например, на пресс и на дыхание. И вообще рекомендуется, вот я в ВСНГ тоже у меня поддерживаю в этом смысле, после каких-то силовых тренировок обязательно делать растяжки. Для того, чтобы привести мышцы в нормальное состояние. А не в гипертонусе, когда вы ходите из двумя арбузами. Мальчики, ну девочки тоже в вас приходят, с двумя арбузами. Арбуз-то положить, че у тебя? Так с арбузами же и поет. Поэтому перекачанность внешних мышц мешает почувствовать более тонкие движения внутренних мышц. Конечно, наверное, не отбегаются или не отнимаются? Если ты чувствуешь разницу, то нет. Понимаешь? А если ты не чувствуешь разницу, то да. Вот один у меня такой молодой человек был. Он был настолько весь вот, вот весь такой вот, это кирпичная стена. Это просто кирпичики пресса. Стена такая. У меня даже мозг такой вот. Что такое сделано? Ему было дико тяжело. То есть он вообще не понимал. Он сразу делал и все. Таких вариантов решения проблемы просто не существовало. В итоге он у меня пел вниз головой. У меня была такая стеночка шведская, я его подвешивала за ноги, он пел вниз головой. Только в таком состоянии он чувствовал диафрагму, вот как. Ты понимаешь, то есть это вот. Ну, ты же понимаешь, что каждый раз на сцену ты же не будешь шести. А сейчас нашли, надеюсь, что вокалисты, а это там концерт не было. Ну, да, мы с этим планировали. В общем, это было бы, с Велла-Велла, пизы так делали. Кто? А, ну, что плачешь? Ну, его не выносили со шведской стенки. А этого со шведской стенки не выносили. Да. Вот, поэтому, на самом деле, петь можно, стоя, ну, это вы знаете, без меня, лежа, вися вниз головой, в наклоне, как угодно. То есть мышцы наши внутренние, они не зависят от позы, которую вы принимаете при пении. И не должны зависеть, как раз, потому что в норме вокалист на сцене не стоит столбом. Он, например, прыгает, стейдж-дайвит, я не знаю, там висит, где-то, что-то играет, на это басистая пацана, романщика в голове, микрофона. Ну, в общем, хамень-хам, да? Себя радует, чтобы не было скучно на сцене. На пять концертов, на пять петь, на пять восхищения, аудитория, девчонки трусами кидать, да, да, это какой-то крут себя надо. Поэтому, здесь, конечно, я много внимания уделяю именно соединению внешних мышц от внутренних. Сейчас мы поделаем некоторые упражненицы, которые, с одной стороны, помогут вам немножечко снять напряжение с плечевого пояса, да, а с другой стороны, как раз, попробуем отсоединить дыхание и движение. Значит, очень хорошо мы с вами сидим, правильно, грамотно. Значит, давайте так мы и поступим. Значит, вот берем кулачки, пустые, эти кулачки, и начинаем ягонечко, приятно, с удовольствием, постукивать по спинке впереди сидящего. Значит, вот, подвоночник у меня не надо. Вот по мясу. вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я покажу. Да? Не могу, не могу, это сделать, а ты сейчас возьмешь кулау, Значит, нам надо проработать вот эту часть. Значит, ножки наши мы не можем поставить, вот здесь, вот здесь, вот здесь. есть условия. Теперь, пока можно ничего не делать, чем пока будет в случае. А потом, ты совершенно право. Так, ну что, давайте, блогик, взять с собой шутку. Хорошо. А теперь, давайте, люди transform, они описываются в хак, свои слова. Тут... Хам! А теперь все, что подключали, поглаживайся. Так, как ощущения? Расскажите, пожалуйста. Чудес, теплая. Я буду начинать вибрировать, когда какой-то момент начинать вибрировать. Да, да, да. То есть, таким образом мы прорабатываем вибрации вот эти наши с вами застарелые заживчики на плечах, которые как раз тоже от больших стрессов, от постоянной ответственности за все на свете, за то, сколько голубей в городе Москва, за тропки, за безобразное состояние дорог. Мы все время с вами несем, да? То есть, вот раз, и здесь немножечко, да, расслаблено. Но можно и самому немножечко в этом направлении поработать. Значит, поделать, например, круги и восьмерочки. Значит, нам нужно найти четыре точки. Самую верхнюю точку подъема к плечу. Прямо к ушам включите. Сильно, 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 сильно. Еще, 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 еще. Молодцы. Назад. Чтобы лопаточки соединились. Ой, как не хочется. Еще, 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 еще. вниз, как бы за пальчики нас потягивали вниз, дикеры пришли и тянут нас в московские подвалы за пальцы, а вы не даемся, и вперед, вот эту точечку закрыли, закрыли свое сердце, и вот по вот этим четырем точечкам начинаем рисовать солнышки, а то у нас чуть солнышка мало в последнее время в Москве, давайте-ка мы порисуем, мышцы рот идут, значит ротик держим чуть-чуть открытым для того, чтобы дыхание происходило спокойно, свободно, заодно кстати можете последить, не участвовать в процессе дыхания, а просто посмотреть, а как будет происходить дыхание, если мы с вами начинаем плечик нарисовать солнышки, значит не спеша, движение должно быть такое, кошачье такое, тянутшечки такие, котик такой встал, утречка такой, в одну сторону, и конечно же в другую, как же что-то дальше, котик открыт, покушечка наверху, и еще разочек меняем направление носа, вот это хорошая гимнастика, в том числе и до суставов, а что кайф, а что кайф, а то вот, это хорошо, хорошо, что кайф, а то он мне психологам давала эту правненьку, они у меня геогидриком кричали, больно уже, что же, психолог, вот сколько ответственности здесь у нас идет, чтобы сейчас вынесло, все красно, там больно сначала, можно быть вполне, так, а теперь самое интересное, правая плечика рисует кружочек перед и останавливается, левая плечика рисует кружочек назад и останавливается, правая вперед и назад, правая Левая, назад, правая, вперед, левая, назад, правая, вперед. Если еще получается, делайте с остановки, можете со стороны. Значит, тублички должны работать в разной фазе. Когда одно идет вверх, а другое идет вниз. Когда одно идет вверх, а другое идет вниз. Как-то шестеревка часа, механика. Теперь поменяем направление. Правая, назад, левая, назад. Правая, назад. Что-то как-то у меня спина круст. Сделаю я ваше упражнение. Господа, кому-то жарко? Да. Да. Значит, когда мы с вами начинаем делать дыхательную гимнастику, всегда становится жарко. Значит, при двери осени и зимы имейте это в виду. Стоите вы печальный на остановке автобуса и третий час ждете, что проехали две остановки до дома. А вот возьмите и вместо того, чтобы стоять, то поделайте кружочки и восьмерочки. И еще с равномерным выдохом. Или с активным выдохом. Попробуйте добавить равномерный выдох. Медленно. То есть, плечиками нарисуем вазимую ручки или грудь, желудки. Если вы хотите, то пока не нужно нарисовать. И равномерный выдох делаем. Двинуть. Стараемся. Стараемся. Стараемся убрать йога. Сейчас мы покажем. Сейчас мы... 65 минут в секунду сделаем. Стараемся в попу на стол, чтобы не качать. Вот. Девашки пошли. Классно. А можно попробовать с активными выдохами. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее, что мы с вами попробуем еще одно хорошее и полезное упражнение. А вы пока думаете над вопросами. Следующая часть нашей срочной семьяры. Я очень все люблю. Друг вы чего-нибудь скрозите, что я не знаю. Вот я тогда дебильное лицо сделаю. Ай, плечами. Вползла. Отползла. Это мне ползешь, показалось. Аааа, и все! Надо отвечать. Провокалка, не устав. Заем на ручке. Все, ладно. Значит, вот для следующего упражнения нам с вами надо будет встать. Ножи стоят на среде плечи, вы проверите. Какая у вас ширина плечи? Поставьте. А мы свое предоставим. Предоставим стопу для измерения плечи. Объявление. Так. Оставили. Отлично. Значит, чуть-чуть подсогнули коленочки, чтобы у вас ножки были, как пружинки. И начали делать маленькое приседание. Не надо прям такого. Маленькое приседание. Мы сейчас за них тачатся в опяточки. О, ты с культурой не договариваешься. Вот такое маленькое приседание. Как будто бы вы пружините на ножку, потому что они как пружиночки у вас такие, да? И добавим выдох. Ручки свободные. Ручки могут болтаться, как угодно. Заметь ручку подверг. Когда вы приседаете, старайтесь хорошо чувствовать пятку. То есть туда все время не забануть, да? А чуть-чуть даже назад. Пяточка прям назад. Если вы не уверены, где у вас пятка, то вы ножки, вторую ногу, вторую ногу. Почему так? Забываешь. Знаешь, как высокие ноги тяжело. А теперь откроем большой, хороший ручки, высуним вниз. И как вы делаете на упражнение, игрушечка. И добавим звук «Ах». «Ахё-ха-ха-ха-ха-ха». А бабушка! Ай несерья, бабушка! А ты думаешь, бабушка! А право сейчас! Оберегайте. Выше. Выше. Туда. Выше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok